это только у кошки девять жизней а у большинства вещей что мы используем она одна и заканчивается она как правило на помойке сегодня мы расскажем о вторичной переработки и разумном потреблении и как говорится начни с себя вот и я решила поделиться своим добром и закромов мы смотрим вот по состоянию вещь да во первых ну чистенькая не чистенькая да и чтобы было что приносит разные вещи вот эта вещь и состояние и вот на степень износа проверяем фирма конечно имеет значение такие шортики безусловно у нас прекрасно кеды из новой коллекции флагманский гаджет джинсы модного покроя и не беда что старые еще не износились в условиях избыточного предложения и грамотно расставленных ловушек маркетологов человек становится покупателем неразумным сезонная распродажа и новое поступление фразы гипнотизеры полки и так ломятся от обновок а шкаф то не резиновый что делать если хранить тяжело а выбросить жалко можно отправить одежду в кладовку не свою так называется магазин благотворительного проекта где ненужные вещи получают шанс на вторую жизнь пройдем на один из наших складов вот люди которые нам привозят одежду и курьер наш привозит одежду забирается адресов мы складируем вот в том помещении вот это вот за два дня нам принесли все те что без дефектов стирают гладят и продают кофты по 200 рублей джинсы по 300 те что из моды вышли отдают малоимущим ну а совсем потрепанные сдают на ветошь вчера люди отдали нашему курьеру он привез мешок новых игрушек запечатанных говорим отдельное спасибо игрушки мы не продаем мы передаем их социальные фонды и социальные центры вот пожалуйста только ценник да микроскоп почти 4000 рублей детский микроскоп то есть представляете вот это будет отдано людям которые в силу на данный момент финансового положения не могут все такие игрушки позволить хотя порой приносят совсем не детские игрушки а что самое необычное приносили именно необычное набор для интимных забав мы не знали честно говоря что с этим делать но случайно увидела одна из наших покупательниц радостно купил не думайте что в кладовку заглядывают лишь те кто хочет сэкономить на одежде в числе постоянных покупателей и коллекционеры собирающие редкие керамические статуэтки и охотники за винтажными вещами они разбирают советские вафельницы музыкальные проигрыватели редкие книжные издания особый спрос на гарри поттера книга это источник для кого-то знаний а для кого-то неиссякаемого заработка на это предприятие ежедневно поступают тонны макулатуры библиотеки избавляются от потрепанных изданий или внуки освобождают бабушки на антресоле вот вам и гора сочинений на любой вкус работники сбегаются не для того чтобы почитать и пошуршать страничками а для того чтобы найти что между ними спрятано когда частные лица приводят из своей личной библиотеки то там попадаются денежки всякие разные доллары евро рубли начинается бумажная волокита макулатуру привезенную на предприятия по сортировке сырья сначала разбирают и сортируют картон в одну сторону бумагу в другую затем стопки отправляют в огромный измельчитель полученную массу прессуют в брикеты чем плотнее тем лучше никто не хочет переплачивать за доставку воздуха по стране скоро финансовые отчеты и курсовые работы найдут новое пристанище в вашем санузле из них сделают туалетную бумагу пока римляне пользовались морскими губками а скандинавские народы шерстью овец китайские монархи вовсю применяли бумагу по легенде в 14 веке для императора поставляли около 15 тысяч мягких и благоухающих арома маслами листов для гигиенических нужд чтобы изготовить туалетную бумагу размельченную макулатуру засыпают в огромный чан туда же добавляют теплую воду и настаивают получившуюся смесь потом пропускают ее через фильтр чтобы отсеять скрепки кнопки и любые возможные шероховатости которые вы бы не хотели обнаружить в своем рулончике теперь нужно очистить смесь от чернил и типографской краски для этого в массу добавляют специальные вещества и воздух частицы краски как бы отлетают от бумаги и оседают на пузырьках грязную пену снимают очищенную массу раскатывают как тесто и пропускают через отжимные ролики и сушильный барабан бумага почти готова ее наматывают на огромные бобины чтобы потом их размотать вес такой катушки 160 килограммов из нее сделают примерно две тысячи рулонов туалетной бумаги бумажный сверток загружают в машину где его пропускают через систему барабанов подкручивают край вручную и наматывают получившийся рулон обклеивают этикеткой и нарезают на 10 одинаковых частей высота лунчика равна ширине ладони вот вы отматываете соответственно складываете оно должно не свисать не быть коротким а вот именно ширина ладони пластиковые бутылки стаканы пакеты ходовая одноразовость продукты нефтепереработки сегодня пожалуй самая популярная тара и упаковка в год в мире производят около 30 миллионов тонн полиэтилена и лишь шестая часть от этого количества отправляется на вторсырье те что вы видите из их числа бывшую в употреблении пластиковую тару уже отсортировали спрессовали и отдали на производство что скрыто от посторонних глаз и это не от того что технологию тщательно скрывают все дело в том что сырье перерабатывают за колючей проволокой первым делом заключенные еще раз перебирают поступившую тару примеси и мусор отправляются в сторону теперь самое главное избавиться от крышки и сорвать этикетку ведь тару делают из разных видов пластика разделять их вручную долго да и не очень-то приятно поэтому процесс автоматизировали сначала бутылки дробят потом опускают в теплую ванну плотность полимеров разная поэтому крышечки всплывают и их убирают а само тело бутылки или как его называют флекс уходит на дно флекс то нам и нужен измельченный полиэтилен сушится и фасуется по 500 килограммов в специальную тару теперь это ценное сырье применяемо для производства различных волокон обвязочных лент упаковочных и строительных материалов в это же время в соседнем цехе из подобного полимера вторичной переработки изготавливают пакеты для мусора это производство считается весьма престижным для заключенных если человек подобные он стремится потому что нам более интересном оборудовании работы по тогда его допускают проходит обучение у него есть пакет документов где он работал чем он занимался на каких участках какой прорезуток времени и вполне он может этим заниматься и уже находясь в обществе сырье засыпают в печь и она превращается в черный пластилин сейчас вот эту массу охладят раскатают и нарежут в гранулы а потом выплавят пакеты а пока вот такие вот суровые леденцы массу пропускают через огромную установку напоминающую машину по производству макарон длинные жгуты охлаждают и нарезают чтобы еще раз переплавить с помощью этих установок смеси раздувают в рукав нарезают в размер будущего пакета и сворачивают в рулон мусорные пакеты готовы осталось их упаковать вот так то что и даром не нужно вполне можно продать за один килограмм макулатуры сегодня платят в среднем 6 рублей килограмм пластиковых бутылок стоят дороже 10 цветной металл вообще золотое дно от 200 рублей за кило а на дне бутылки стеклянной прибыли уже не разглядеть всего 1 рубль за килограмм а когда-то сдав пакет хрупкой тары можно было купить пару пломбиров до вступления россии в таможенный союз и а с стеклянные бутылки считались старой многоразовой и были выше в цене сейчас их принимают как бой то есть отходы а значит и цена соответствующая держать пункты приема стеклотары стало невыгодно сдать ненужные бутылки можно лишь на стекольный завод если такой в вашем городе имеется хотя доля вторсырья в производстве стекломассы может достигать 80 процентов это снижает энергопотребление завода почти наполовину отсюда и уменьшение стоимости продукции американец дэйв бруна задачены вопросом переизбытка товаров и беспорядочного их употребления предложил необычную концепцию якобы для жизни человеку вполне достаточно 100 личных вещей жизнеспособность такого подхода мужчина пытается доказать личным примером уже несколько лет он не выходит за рамки сотни а если срочно появляется потребность купить что-то новое он непременно выбрасывает что-то старое на мой взгляд 100 вещей уж очень строгие рамки но что-то и правда можно взять в аренду а что-то попросить у друзей да и 15 пар джинсов ни к чему а вообще психологи советуют тратить деньги не на вещи она впечатления как говорится какая разница какие на тебе кеды если ты гуляешь в них по парижу вот пойду на них и зарабатывать не накиды в смысле а на билеты хотя от новой пары обуви столько впечатлений